Друзья, всем очередной газовый привет. Давно просили меня поднять тему о том, как же часто нужно менять моторное масло при езде на газе. Как всегда водители разбились на два лагеря. Одни из них считают, что при установке ГБО интервалы замены моторного масла можно смело увеличить в полтора, а то и даже в два раза. Ну потому как масло почти не загрязняется, остается чистым, ну и зачем его тогда менять. Другие с ними не согласны, они не столь категоричны и продолжают менять моторное масло с интервалом, как это делали и раньше на бензине. Так кто же из них все-таки прав? Для этого давайте рассмотрим условия работы моторного масла в двигателе, который работает на газе, чтобы понять, влияет ли газ на изменения свойств моторного масла. При работе двигателя на газовом топливе действительно существуют предпосылки для меньшего загрязнения моторного масла. Много бензина в жидкой фазе попадает в цилиндре сразу после запуска холодного двигателя и в холодный период эксплуатации, в результате чего масло сильно разжижается топливом, загрязняется и становится менее термостабильным. По причине отсутствия жидкой фазы газ, в отличие от бензина, не разжижает моторное масло, не смешивается с ним и не вступает с компонентами масла в химические реакции. Другими словами, масло при работе двигателя на газе должно меньше окисляться, загрязняться, а значит дольше сохранять свои качества и рабочие свойства. Действительно, отработка масла из двигателя, который работал на газе, выглядит более светлой, чем то масло, которое работало в бензиновом двигателе. Объясняется это тем, что масло меньше контактирует с продуктами неполного сгорания топлива, которое собственно и придает маслу вот такой вот темный цвет. Однако полагать, что газовое топливо действует на масло чуть ли не благотворно, было бы в корне неверно. Цвет это далеко не тот параметр, на который нужно ориентироваться, оценивая состояние современных масел, которые имеют на текущий момент довольно-таки сложные пакеты присадок. Более того, помимо топлива, существуют и другие источники ухудшения свойств и загрязнения масла. Во-первых, работа на газе не избавляет масла от воздействия высоких температур, которые способствуют его термическому разложению. Также не нужно забывать, что двигатели все же запускаются на бензине и только по мере прогрева переходят на газ. То есть в момент запуска масляная пленка все также может смываться и разжижаться топливом. А это очень важно. Во-вторых, газ в сравнении с жидким топливом содержит больше водорода и меньше углерода. Достаточно вспомнить формулу метана CH4. Поэтому при сгорании газового топлива образуется больше воды. А это очень плохо, потому что в картере будет происходить конденсация влаги, а значит обводнение масла и снижение его рабочих свойств. Кроме того, масло становится склонным к спениванию, что тоже не прибавляет ему живучести. Но и это еще не все неприятности, которыми грозит влага. Некоторые компоненты синтетических масел, например эфиры, под воздействием воды постепенно начинают разлагаться. В-третьих, не существует таких воздушных фильтров, которые обеспечивали бы стопроцентную очистку воздуха от пыли. Мелкие частицы проходят через фильтр и грязь накапливается в масле и вместе с ним циркулируют по системе смазки. В-четвертых, при эксплуатации на газе двигатель регулирует на работу на более обедненной смеси и при ее сгорании происходит повышенное образование оксидов азота. Зная, что в масле присутствует некоторое количество влаги, можно предположить образование азотной и азотистой кислот, что приведет к нитрированию масла и дальнейшему росту его вязкости, что тоже не очень хорошо. Ну и наконец, работа на газе ну никак не отменяет износ трущихся деталей двигателя, а продукты износа также будут засорять масло. Какие-то из них задержат масляный фильтр, а какие-то, как в случае с пылью, которая проникает через воздушный фильтр, также будут накапливаться в масле и собственно циркулировать по системе смазки. Учитывая все вышесказанное, я не нахожу причин, почему в двигателе, работающем на газовом топливе, можно вот так вот сходу смело увеличить интервал замены моторного масла ну чуть ли не вдвое. Более того, сами сервисы по установке газового оборудования не рекомендуют сильно увлекаться увеличением интервалов замены моторного масла и все-таки советуют придерживаться рекомендаций завода-изготовителя. Ну и самое главное. Владельцы авто на газу. Вы экономите с каждого бака приличное количество денег, чтобы потом покупать дешевое масло и тянуть до последнего с его заменой, спорить в полтора раза можно увеличить интервал или может быть вдвое, а потом отбиваетесь на форумах и интернетах от противников газа, что это не газ угробил двигателя, нет это не он. А кто тогда? Может быть тогда владелец, который при переходе на газовое топливо решил увеличить и без того длинные интервалы замены? Может быть он? Если вы помните, то в городском цикле я рекомендую менять моторное масло через 5-6 тысяч километров. Почему? Ссылку на ролик я оставлю в описании. Те, кто его посмотрел, он им очень понравился, а этого без мала уже почти 700 тысяч человек. На газу я бы еще накинул максимум пару тысяч сверху, то есть 7-8 тысяч, если бы я ездил на газу, я бы масло менял, это край. Ну потому как износ противоизносных присадок никто не отменял, щелочное число все равно будет садиться примерно так же, как и на бензине. А вы только чистоту масла оцениваете, ну что в корне неправильно. И все же более правильно ориентироваться даже не на пробег, а на моточасы. И если на бензине оптимальным вариантом является замена ну где-то через 250 моточасов, это хорошего масла напомню, то на газу я бы увеличил этот интервал максимум до 300 моточасов, не больше. Почему? Ну если остались вопросы почему, возвращаемся и пересматриваем это видео заново. Поэтому друзья, рад всех вас был увидеть. Понравилось видео, поддержи лайком. Подпишись на канал, если ты еще не подписан. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Дальше будет интересней. Берегите себя, берегите своих близких, любите свои автомобили как любим их мы. До новых встреч!